Ребята, всем привет! Сегодня мы отправились из Паттаив, небольшое путешествие на мопедах и мы, как вы видите, пойдем на пароме и возьмем с собой наши мотобайки Белоснежные пляжи Она сказала, можно потрогать Надо придинаться Чтобы попасть на этот остров на своем мопеде, мы выехали из Паттаив в 8.30 утра и не спеша добрались до Сирача В Сирача есть очень классный рынок морепродуктов, где цены на рыбу и креветки в 3 раза дешевле, чем в Паттае И сейчас я вам его покажу Ты видела, какие здесь рикши? Вообще классные Мне кажется, вот такое Аутентичное место Вот так выглядит этот рынок Здесь овощной отдел Туристов пока не видно Посмотрим по ценам А цены здесь мне нравятся, смотрите Кальмарчики по 120 бат Креветки по 120, 110 А вот здоровые 140 Смотрите, какая барракуда Примерно такую же я видел у нас Во Владивостоке, когда у нас были соревнования У меня есть видео Алин, как море будет? Тале Вот смотрите, маленькие барракудки 50 бат А это камбала Вот я такую же сушу у нас во Владивостоке Прикольно 75 бат за камбалу Креветки Ну вот цена Вот 3 килограмма за 100 бат Это место находится в 30 километрах от Паттайи Сирачи Сомики Смеперы И все Вот смотрите Сомики маленькие Наверное, это для разведения Лягушки Это скаты Крабики вкусные Опять сомики Вот Минога Или Угарь Смотрите, какие Блин, страшные такие Это, наверное, Угарь Электрический Ааа, я боюсь Офигеть Страшные Она сказала, можно потрогать Блин Ну они как змеи выглядят Да, вот так их разделают Класс Так, тут еще какие-то сомики у нас Вообще классное место Кончики Многие не знают, как выглядит бургамот Почему-то еще Я раньше только его крахала в чай с бургамотом И думала, что это такое Наверное, пито лист На шарпея похож Ну, кстати, вы знаете, для чего его используют? От облысения Все, берем побольше, натираем голову И будем волосатой А эти ноги натереть А это лоха Еще быстрее вырастет Офра, она такая На любителя она такая спуская внутри Как спаржа Но такая Мне не нравится Так Тоже рыбка О, акула, смотри, Сань Акула Живая акула Я вот поменьше Смотри О, смотри, как наждачка Такая может палец оттяпать Ну, смотрите, какие здоровые Хорошая барракуда А вот такую в воде увидишь И купаться не захочется Так, ну тут прям по морепродуктам Очень все хорошо Смотрите, камбала Камбала, да, вот два глаза Камбала, как у нас А рот Ну, она по зубасте немножко, да Зубы, смотрите, какие Макрель хорошая прям Ну, такая она свежая Ну, тут, смотри По 80 есть По 60 вон там есть По 50 Да, мы покупали по 100 Сатахик Ну, кальмары, да, не сильно дешевле Но дешевле все равно Боже мой, смотри Вяленая макрель Запах, конечно, такой интересный Здесь, смотрите, у нас коби Здоровенная просто Просто огроменные коби Я таких не видел ни разу в жизни Что-то похожее на макрель Но с чешуей Потому что макрель Вот она без чешуи, гладкая А эта абсолютно Похожая Но с чешуей Ну, барракутки маленькие Ну, коби Просто, смотри Она гигантская Это ред снеппер Офигеть, какая красота Ребята, офигенный рынок Просто куча рыбы дешевой Если честно В Паттайе Да, и рядом здесь Просто офигенный рынок Очень дешевый Я вот сказал, что Самые дешевые цены В Паттайе Но все начали тайцы Меня поправлять Говорить, что это не Паттайя А Сирача То есть они прям Говорят, что мы не в Паттайе Сирача Патриоты здесь живут, короче А тук-туки тоже ходят Смотрите Смотрите, сколько здесь тук-туков Или рикш Не знаю, как их назвать Что-то такое Прям как будто я в Индии Офигенно Отъезжая от туристических мест Встречаешь других людей Они здесь еще добрее Приветели Мне до этого Вот Кока-Колу подарили Симпатичный хоть тайчик Нормальный Вот, смотри, какая печка А мне пончик подарила тайка Цветочек? Пончик, пончик Пончик? Ты уже его съел? Да, конечно Да что, что? Ничего не видно Город такой приятный Здесь такие узкие улочки И тень отбрасывается от здания И не жарко Очень классно Вот смотрите Здесь вообще большая Детская площадка Есть, где детям погулять За парком находится море Я думаю, что здесь очень круто Подъезжаешь к Пирсу, да? К Пирсу эта дорога ведет И вон там, кстати, на полуострове На косе Находятся храмовые комплексы А вот это с большой крышей розовой Скорее всего и есть пирс От которого отходят паромы Мост красивый Здесь очень часто тайцы по ночам гуляют Подсветочка Ну, красиво достаточно Смотрите, какой динозавр Мы его вчера видели Насук Хумвит Вот, это вот тот же динозавр Вот его включают, он двигается Ко Си Чанг Вижу, написано Это паром, который пассажирский А нам нужен для мопедов Может быть, для мопедов там? Сейчас узнаем Выглядит круто Так, отходят паром в 11 часов Через час, да? Через 43 минут Через 47 минут В общем, нам сказали Вот эти вот байки по 200 бат А наши, типа, очень большие По 300 И они не одинаковые И по 200 не получится проехать Ну, скорее всего, потому что мы большие Может, потому что нас много людей? Потому что мы туристы Вот этот вот паром Он пустой стоит еще Довольно-таки узенький Длинненький, вместительный И много там сидушек Вот, кстати, храм Очень красиво выглядит Так, нужно выключить Все, и откатит уже Получается Прямо на сам пассажирский паром Будет грузить байк Вот они сами Его катят И потом, смотрите, доску Поднимают с одной стороны По методам качели детской Хоп, ося Все Окей-окей Нормально Не, но я согласна 300 бат Нормально Потому что Тут работают люди Физическая сила В итоге по 200 В итоге по 200, да? Получается, 200 байк И 60 за человека Ох, тяжелая работа Сейчас нам закрепят их Будет надежно Даже вот здесь Вот на пирсе Уже клево, красиво И очень даже Атмосферно Вот так Наши байки крепят Чтобы они далеко не укатились Ну, надеюсь Ничего с ними не случится Вот так выглядит паром Да, паром был полный Мы сейчас едим вверх Да, он уже почти полный Поэтому, наверное, пойдем Внизу нет? Он говорит вверх Ага Давайте Да, мы на втором этаже Под нами Паром пустой Там тоже такие места Но там никого не посадили пока Крабик Это плавунец Видишь, он плавает Пока стоим в порту Погода хорошая кажется Ну, надеюсь Она такая же будет И когда мы доедем Все Наши мопеды закрепили Надежно Веревками В принципе Никуда они деться не должны Если не будет сильной волны Мы заплатили 200 бат За каждый мопед В одну сторону И я надеюсь Что 200 бат Еще заплатим За дорогу В обратную сторону Ну, там уже посмотрим По мере продвижения Нашего Также Мы заплатили По 60 бат Человека Уже за сидячие места Паром уже почти наполнился Время отправления 11 часов Так что Погнали Не доходя до острова Есть еще вот такие вот Небольшие островки С песочком Вот там видите Подальше Там прям есть Песочный фляж Все, мы пришли на пирс Наши мотобайки отвязывают И будем выгонять Всего лишь два байка было Остров находится в 12 километрах От города Сирача И плыдем и сюда 45 минут Надо же выгрузить мопеды Все, мы поплыли обратно Это еще та задача будет Но сейчас мы чуть-чуть Перепаркуемся Чтобы было удобно Мопеды сгружать Они швартуются по новой Ну в общем 200 бат Оно того стоило Потому что мопед буквально Вот вручную выталкивают Сильные ртулки Мужские и женские тоже Вот таким вот образом Выгрузили и второй байк Все, наши мопеды выгружены Это выезд с пирса Вот через такие ворота Красивые Здесь довольно-таки шумно Какие классные тук-тук Я думаю, что можно Такой тук-тук здесь Как раз-таки в аренду взять Хотя в Тидели было написано Что 250 бат стоит Взять его в аренду Но это непонятно То ли можно доехать До одной локации Или по всему острову Я думаю, что Цена будет творческая Мы тут единственная В шлемах будем Цивилизация Первый пункт 7-11 О, ну тут интересно Такие улочки Склад впечатлением Что ты прям В каком-то чайно-тауне Находишься Вроде здесь есть 7-11 Надо водичку взять Обязательно попить В отличие от Калана Здесь в этом 7-11 Практически нет народу Рядом с пирсом Цены тоже чуть-чуть дороже Чем на материке Буквально на 2-3 бата Так Вот, смотрим Треугольнички Наши любимые О, вот это торт Офигеть Ух ты Тут сладости любят На этом острове Такой вот здесь Перекрёсточек Недалеко От пирса Где вот сам сейвик Здесь все закупаются И улочки такие классные Такие интересные Прям ощущение Какой-то другой страны Тоже азиатской Но как будто бы Ты не в Таиланде вовсе Вообще считается, что этот остров Китайский Его так называют Сами тайцы Потому что в 17 веке Данный остров был открыт Как раз таки Китайскими Торговцами Этот кораблик Видно с пирса, да? Да, этот кораблик Видно с пирса Вот такой вот здесь Типа памятник И супер какой-то Просто Я такого маяка Никогда в жизни не видел В китайском стиле Это самое лучшее Что придумали китайцы А здесь, смотри Заброшенный Какой-то дом Кстати, этот дом С моря Выглядит тоже очень классно Смотрите, какой маяк Офигенный Сейчас здесь ремонт Поэтому Входить туда нельзя Но я думаю Очень скоро Здесь можно будет Уже походить Тут прям все В китайском стиле Таком Чайна Таун Настоящий Очень колоритная улица И она ведет Прямо к храму От желаний Считается, что Туристы сюда В основном приезжают Именно в этот храм От желаний Завязать ленточку Подняться По ступенькам Наверх В пещере И, как правило Пишут желания На богатство Удачу Храм называется Као-яй Вот Наверх ведет Ступеньки С драконами Если я не ошибаюсь 300 ступенек А еще Туда можно проехать На фуникулерчике Фуникулерчик Вот такая вот лодочка Сейчас пойдем узнаем Сколько стоит Проехать Добрались мы До первой достопримечательности Это храм И сейчас мы попробуем Подняться на него На фуникулере Вот такая лодочка Здесь ходит Она бесплатная Бесплатная Да, бесплатная Сказ 150 бат Ну я решу Проверить твою реакцию Ты хотел меня сначала Обмануть А потому что Я обрадовалась Такая Ю-ху Ура 150 бат Не надо платить А наверху Есть туалет Это еще Одна лучшая новость За сегодня Потому что Мне показалось Что на нашем катере Не было туалета Удобства Вот так вот Фуникулер Спускается вниз Круто Выглядит, конечно Интересно Больше похож На какой-то ларек Ну что, как говорится Добро пожаловать на борт Класс С таким видом сидим Сейчас вам покажу Просто шикарно Сейчас мы подождем Пока соберется Нужное количество людей И отправимся Вверх На встречу Приключения Вот такой тут Крутой подъем Наверок Ууу Да Мы пешком Наверное бы уже зашли Да, пока сидели Да, я думаю Мы бы уже доскакали Ну ничего Ого Всё, мы поехали Здорово Вид вообще офигенный Этот остров Не похож На один из островов На которых мы были до этого Поэтому нам очень интересно Здесь Всё Мы наверху Посмотрите, какой тут двигатель, офигенно. Так, посмотрим. Вот мы нашли наконец-то туалет с самым красивым видом. Только посмотрите. Христота невероятная. О, Алина приехала. Смотрите, как здесь красиво. Пахнет благовониями. Людей очень мало. Но красота просто не передать камерой. Очень красиво. Вот всё такое. Китайские драконы. Вид. Просто посмотрите. Ну, это потрясающе. Смотрите, как здорово. О, здесь котики есть. Офигенно. О, кошаки. Привет, друзья. Эй, куэзи. Сдавьте вам. Смотрите, какая штуковина. Здесь, скорее всего, что-то сжигают и развеют по ветру. Ну, или кладут туда бомбочки и взрывают. Не знаю. Если кто знает, подскажите. А это входит в саму пещеру. Здесь девочки делают подношения. Очень сильно пахнет дымом, благовониями. Смотрите, свеча горит. Здесь прям такие скалы, да? Офигеть. Тут прям надо прединаться. Очень низко. Здесь девочки делают подношения. Очень сильно пахнет дымом, благовониями. Вот, смотри, свеча горит. И здесь прям такие скалы, да? Офигеть. Вот такие вот подношения делают. Очень все интересно. А вот я знаю вот эти палочки с номерками. В общем, нужно загружать. загадать какое-то желание. Вопрос задать. Потрясти в горизонтальном положении под 45 градусами. И палочка выпадет. И уже с номерком идти и читать предсказания. Всего 28 номерков таких палочек. Вот так внутри. И здесь небо видно, кстати. Разные здесь подношения. Традиционно китайцы пишут здесь свои пожелания. Как правило, на богатство, удачу. И вот вешают. Вот наши написали. Видите, даже есть русские. А, 20 миллионов в год. Ну, неплохо. Мы остановились перекусить вот в такой кафешке. Когда мы приехали, здесь вообще никого не было. А сейчас вот куча народу. Я себе заказал, как обычно, под кропа. Вот сейчас попробуем, как здесь оно. На Лене не очень понравилось, да? Хрустит, да? Рис недоваренный. Морепродуктов мало. И яйцо забыли положить. И стоит 80 бат, да? Ну, в принципе, как бы, для такого заведения, я думаю, дорого. Я, конечно, все съел, но не очень нам не понравилось, поэтому ссылку на это кафе мы оставлять не будем. Сань, тебе понравилось? Нет. Ну, так себе. Но народу вот тайцам, наверное, они для своих вкуснее готовят. Или просто мы не понимаем чего-то. Ну, немножко невкусно, правда. Посмотрим, не отразится ли это как-то на нашем путешествии. Съездим мы тут в поисках пляжа. Заехали вот в такое место. Есть, конечно, пляж такой здесь небольшой. Вода чистая. Можно даже, в принципе, покупаться. Единственное, берег немножко каменистый. Вот здесь песочек. А дальше идёт камушки. Но вода прям клёвая. Вот, смотрите, тайцы здесь свои рубацкие мини-плавсредства припарковали. Вот, всё, он сейчас отвяжется и пойдёт на рыбалочку. Может, здесь искупаемся, Алёна? Знаешь, если бы это место мы нашли во Владивостоке, это был бы, наверное, самый лучший пляж. Это точно. Здесь белый песок. Мусор только убрать. Да, немножко убраться и вообще будет супер. Зачем ему эта бамбуковая палка с такой метёлочкой на конце? Может, он будет отбиваться от колодка? Он, наверное, креветок на неё будет ловить. О, мы подъезжаем уже к пляжу Тампан. Такая вот здесь дорога. Удобство. Душ в 40 бат. Паша решил к местным припарковаться. Тут мопед уже явно давно стоит. Вот так мы припарковались. Пойдёмте посмотрим, что же там. Вода сверху выглядит очень чистой. Складывается впечатление, что мы где-то в заповеднике Приморского края. Вот, например, когда на томящееся сердце в Приморском крае спускаешься, вид сверху такой же. Красивая чистая водичка. Каяк можно взять поплавать. Читала в путеводителе, что 150 бат стоит каяк. Здесь сверху есть кафешка. И лестница вниз уже на песочный пляж. Водичка чистенькая, хорошая. Ну и что, ребята, сейчас мы посмотрим водичку по традиции. О, классно. Ну как тебе? Как будто я дома. Да, похоже, как будто ты в России, где очень чистое море. Потому что тут камушки. Прозрачная вода. Ты плыви, плыви, плыви. Я не понимаю. Ух. Ого, Алина, куда заплыла? Течение у тебя там. Сейчас унесет. Большой скользкий камень. Ага. Дождик. Ветерок, да? Вот, пляж вообще небольшой. Очень маленький пляжик, но и народу немного. Как бы если вот так вот заехать и скупаться, в принципе, подойдет. Мы проплыли, вот там вот за берега были камни. Острые очень. И здесь дальше песок вообще приятный, кайфовый. Кайфуем. В Приморте. Попали в Приморте. В Приморте. В Приморте. Да, здесь. Это чем-то похоже на патрок. Не, ну сейчас уже, да, вот это все такое строительное все, да? И люди на каяках, кто-то у нас на патрок, на сапах. И вот эта часть вообще похожа на патрок. Похожа. Смотри, да. Смотри, да. О, рыба, смотри. Рыба здесь присутствует. А вот там по дороге мы вот съехали, вот здесь дорога идет. И там несколько рыбаков стояли, что-то ловили с большими достаточно удочками. Ну вот, смотрите, как это все выглядит с моря. Конечно, сейчас стройка и добавляет минусов немножко сюда, но что поделать. И вы знаете, первый пляж, на который мы сейчас заезжали, я тоже метку его оставлю в описании под видео. Но если бы мы там остановились, я бы не пожалел, потому что там хотя бы нет этой стройки, ну и людей тоже нету. можно покайфовать, покупаться. Вода примерно такая же. Даже там волны вообще не было, потому что это другая сторона острова. На вкус вода приятная. На вкус вода приятная. В смысле, она не какая-то мерзкая, соленая. Оооооооооооо! Короче, я тут нашла вот кусочек рая. 4 пальмы, 5 стоян, потом здесь вот строится ризот, кусочек белого пляжа и кафе. В общем, все, что нужно человеку. Ну и море. Стойка, она... Будет ризот, удобство. Она напоминает, что мы живем в развивающемся обществе, постиндустриальном. Такая, ух, прогресс. Мне кажется, здесь такая вот атмосфера царит осени. Чего-то такого родного. Че, как будто домой прилетел, куда-то в Россию. Интересные ощущения. Море чисто, мне нравится. Остров Сычан, когда не пробило снежные пляжи с пальмами. Это остров, куда приезжают паломники. Храмы в китайские, вот мы сегодня посетили, тут еще есть буддийские. И я бы еще советовала сюда приехать ради разнообразия, потому что остров достаточно необычный, неповторимый. Здесь есть, конечно, инфраструктура. Ой, 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 простите, простите меня, люди. Чуть не потонуло. Инфраструктура тут хоть и есть, но она довольно-таки неразвита. Я видела всего лишь один 7-11. И мини-магазинчики тоже, типа прилавков. Ну, и в основном все вот такое вот, аутентичное, деревенское. Ну, если вам хочется чего-то необычного, welcome на остров Сычан. Здесь можно снять в аренду каяк, взять маски с трубками. Не найду я лица, принимающего решения, который это все сдает, чтобы узнать цену. Но, думаю, в районе 200-300 бат будет стоить. И, смотрите, здесь красивые места. Вот здесь можно поплавать на кайке и понырять. Я думаю, будет очень круто, очень красиво. И с этой стороны то же самое. Вода будет, скорее всего, прозрачная и много рыбы и еще чего интересного. И сап, кстати, есть, смотрите, какой неплохой. Да, и смотрите, здесь еще гоночная лодка моторная. Вот такая она с мотором. Ямаха Эндуро 40 легендарным. Сегодня, кстати, воскресенье. Я думаю, в будние дни на этом пляже вообще народу будет очень мало. Поэтому, если вы любите уединиться, то это неплохая альтернатива острову Калан. Все, ребята, мы покупались и отправляемся обратно на пирс. Дорога у нас займет ровно три минуты. Когда мне было пятнадцать лет, я копил на новенький моб. Мы в каком-то неизвестном месте. То есть, ты думаешь, это город для мертвых? А вот это-то что-то, семейный склеп, что ли? Смотри, такие маленькие окна какие-то. Я не понимаю, что это, но это выглядит очень интересно и красиво. Я сейчас быстренько схожу вот к этому зданию, потому что его видно издалека. Главное под ноги смотреть. И оно просто офигенное. Тут вообще никого нет. Все позаросло. Вот кактусы, смотрите, растут. Да. Это какие-то гробницы. Ага. О, нет, чуть нерв. Они шлепнутся. Да, и смотрите, какое здание. Оно просто огромное, многоэтажное. Раз, два, три, четыре. Пять этажей. И наверху, смотрите, там просто еще какое-то, видимо, еще колокольня, что ли, бойница какая-то. Очень интересно сделано. Да. Я почитаю, что это такое. И, может быть, еще в следующий раз сюда заедем. Потому что очень любопытно, что это. А здесь как будто, знаете, бассейн такой был. Нет, ну, наверное, это не гробницы, а это какие-то были жилищные комплексы. Или отель, может быть. Ну что, кто-нибудь знает, что это такое? Есть какие-нибудь предположения? Смотрите, тут внутри есть два бюста. Я не знаю, кто это, но похоже на каких-то китайских лидеров. И куча лестниц. Там кто-то даже жил. Пальмы. Ну, просто вообще бомбически. Смотрите, какая арка. Ууу! Думаешь, там может быть яма? Это домик для поведения. Ага. Да, и здесь глянем. Быстренько. Класс. Это все многоэтажное. Но мы спешим на паром, поэтому, если что, вернемся сюда еще. Смотрите, что мы здесь нашли по дороге на Перц. Скелет кита. Очень необычно. Это музей, кстати. И проезд здесь свободный. Здесь скелеты дельфинов есть. Вот дельфины. В реальности вот такие. А и скелеты вот такие. Ну, а еще здесь из интересного. Вот дайверы плавают. О, они, смотрите. Поплыв, поплыв, поплыв. Вот здесь вот такой есть небольшой пирс с беседками. Можно еще и сюда приехать. Посидеть, погулять. Спрятаться от солнышка. Посмотреть на море. Я люблю море. Я выросла возле моря. Поэтому я такие развлечения очень люблю. Рама 5. В 1890 каком-то там году. Побывал здесь. На этом острове Сичанг. Приказал здесь себе дворец построить. Правда, через пару лет его разобрали. Но зато красивый пирс остался. Где он, наверное, прогуливался. И вот тут пляжик. Остров не такой уж и большой, как мы думали. Очень даже маленький. Но интересный. Интересен будет тем, кто живет, наверное, в Таиланде. И ищет каких-то ощущений, приключений. Вот дорога на пирс. Не массово на Лавана. Блин, как же круто вот эти тук-туки выглядят. Я смотрю, туристы их берут. Есть побольше кабинки. Там прям шестером садятся их весь день. Водитель возит. Туристы из Бангкока, да? Они привычны на таких тук-туках. И русские, я тоже видела, брали этот тук-тук. Большой только. Вот так выглядит пирс. Очень круто. Вау. И вот эти тук-туки, ну просто вообще офигенно. Мне кажется, только ради них сюда приехать можно покататься. И тут шкунки. Рыбовецкие стоят. Да тут, наверное, на рыбном рынке цены очень хорошие. Здесь, кстати, можно водичку купить. Милая женщина с ним. Сань, все, ты готов уже? Вот так вот погружают. По той же схеме, что и сирачи сгрузили так же. Ну давайте, ребят. Паш, не подходи. Паш, не подходи. Нет, еще? Паш, не подходи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мой мопед вообще в окне видны с салона Сейчас все люди выйдут и мы начнем забирать нашу технику Здесь даже сам по себе вот этот остров, который возле пирса Он очень крутой, все в китайском стиле Очень прикольно И вон там ребятки сидят, устали Но еще наше путешествие не закончилось Потому что нам еще предстоит дорога домой Смотрите, какая красота Вот сколько труда нужно, чтобы сделать это все Много молодежи сегодня Прямо какими-то они группами Либо студенты, либо школьники Уже старшеклассники Очень их много здесь Видимо, какими-то экскурсионными группами Они сюда едут с Бангкока Потому что все такие приличные, веселые Модные, в принципе, как в Бангкоке В заключении, что хочу сказать Вот по этой идее Именно добраться на своем мопеде Если вы планируете так же, как мы сегодня Поехать на один день То я бы рекомендовал, конечно, оставить мопед или машину здесь И взять уже в аренду там Это будет дешевле, во-первых И, во-вторых, вы не будете переживать Что ваш мопед поцарапает Или еще что-то с ним случится Если же вы там на неделю планируете ехать Хотя я сомневаюсь, что Там можно неделю прожить и не заскучать То, конечно, можно ехать уже на своем транспорте Мы доехали до Паттайи А теперь у нас обязательно процедура Потому что на мопед немного попадали брызги соленые Надо его срочно опреснить Особенно вот где тормоза Все это дело Сейчас я приехал на автомойку самообслуживания И будем мыть Вот десяточку кидаешь Оп, время пошло Ну, нажмем на кнопку сначала Давай, Сань Вот так Давай, пошел Саня знает свое дело Так, давай, давай Хорошо, покрывайся пеной Отлично Как будто побрить собрались, да? Как в рекламе джилета У вас ноги тоже сейчас помоем Все, сейчас полоснем это все дело От соленой воды, ребят, кто не знает Если куда-то на технику попала соленая вода Это все надо приснять Даже если совсем чуть-чуть А не говоря уже, что ездить по соленой воде И в соленом песку вообще нельзя ни в коем случае Класс! Да, протирать уже не будем Потому что, если честно, сил нету Высохнет и так Сейчас сидушку протрем И погоним Ребята, если вам понравилось это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока! Пока!